Привет, привет, Дизап ТВ, мы на базар Fashion Weekend, и сегодня с нами мой хороший друг, fashion дизайнер Жан Гритцвит. Привет, Жан, как дела? Привет, все отлично, все супер класс. Как началось сегодня твое утро? Я встал, одел на себя носки, потому что люблю держать ноги в тепле, поел. Если я не позавтракаю, я просто злой, как черт, целый день. И продолжил делать свои повседневные дела. А как обычно, утро так же? Ну нет, всегда по-разному. Иногда просыпаюсь, смотрю на небо и говорю, о господи, спасибо большое, что я проснулся сегодня, потому что все были шансы на то, что я не проснусь на следующий день. Я тоже люблю молиться утром особенно, благодарить. А помнишь свою первую коллекцию? Конечно, это была божественная икра. А любимые вещи из твоей коллекции какие? Любимые вещи это были огромные шляпы из кроличьего пуха. Я думаю, что тогда еще абсолютно было не модно делать, ну не то чтобы не модно, никто просто не занимался головными уборами у нас в Киеве. А я был один из первых. Это очень приятно, потому что, несмотря на то, что они совсем не носибельные, они разошлись после коллекции тут же. Так какая фэшн-икона у тебя есть? Ну нет, я предпочитаю не молиться ни на кого в жизни, только можно действительно обращаться к чему-то высокому, к первоисточнику, наверное. Потому что все мы люди, да, все мы совершаем ошибки. И главное, что мы их исправляем. Да, но у меня есть какие-то люди, которым я симпатизирую в мире фэшн. Это, конечно же, те, кто создавали сами себя, создавали свой бренд, у которых есть своя философия, и чей лайфстайл говорит за себя. Мне сейчас из новичков, не хочется говорить о старичках, из новичков мне нравится Дживи Андерсон, например. Мне нравится, а, конечно же, сейчас все повылетали сразу из головы, мне нравится Ивен Вест. Вот она уже не новичок, конечно, но она, да, но она Forever Young, и она крутая старушка. И вообще, я всегда тянулся к людям чуть-чуть постарше, потому что они могут тебе сказать действительно что-то очень важное, то, что сделает made yourself, да, in the future, возможно. Можно напрашиваться вопрос, если неделя моды, то Лондон, Париж или Нью-Йорк, или Токио? Я думаю, только Париж, потому что Париж все-таки это столица моды, и звезды зажигаются именно в этом городе. Жан, скажи, читать книжки любишь? Обожаю, но нет на это времени никогда. Но я стараюсь, я еду в такси, я еду в троллейбусах, я иду, я стараюсь почитывать что-то, вычитывать в интернете, да, куча фраз. Наверное, мы сейчас книжки променяли на какую-то социальную жизнь в сети. Почитывать, запоминать, потому что, конечно, памятник к черту, я тебе так скажу. Но стараюсь. Последнее, я очень себя ругаю всегда, когда у меня не хватает времени на чтение, потому что это действительно развивает. Многие спрашивают, зачем нужны книжки? Но я говорю, ребята, читайте, потому что это личностный рост внутри тебя, у тебя появляется объем, ты умеешь поддержать разговор даже на тему, которая тебе неинтересна. Это очень важно. Это очень серьезно. Так, теперь давай полегче. Мечты твоего детства? Какие они? Мечты моего детства? Стать президентом, как Дональд Трамп. Он же тоже когда... Говорил про политику не будем. Да, но он такой, знаешь, меня все устраивает. У него первая леди, на которую можно пошить платье, а я-то думаю, ты в таком ключе. Все будет у нас хорошо. Все равно, рано или поздно, апокалипсис случится со всеми, и все мы умрем, друзья. Хорошо. Три слова, которые больше всего не любишь. Наверное, ненависть, никогда и... Что же третье? Невозможно. И невозможно, да. Пускай будет три... Триэн. Триэн. Скажи, а самое любимое твои три слова? А самое любимое мое три слова? Это мороженое, морж и мороженое. Мое любимое число, это даже, знаешь, это фаталичное число в моей жизни, это 44. Я всегда покупаю продукты на 44-44. Я вижу дома, прохожу улицы. Улица Тараса Шевченко 44. Постоянно оно везде меня сопутствует. Я не знаю, что это значит. Наверное, надо обратиться к нумерологу. Очень жалко, что в сутках всего 24 часа. Помнишь свой самый-самый большой праздник? Но мне очень нравится, что моя работа дает мне ощущение праздника каждый день. За это я ее люблю. Наверное, кто-то сказал из великих, что если тебе хочется в отпуск, то, наверное, работа тебе не дает ощущение праздника каждый день. Вот мне нравится, что все-таки отпуск не тогда, когда я прям хочу его, а он случается очень спонтанно. Жан, а как ты расслабляешься, скажи? А мне всегда очень смущает, когда, знаешь, особенно молодые говорят, блин, я так устал, мне надо расслабиться. Мне не надо расслабляться. Я, это можно заменить на другое слово, релаксирую. Мне очень нравится общаться с интересными людьми. Мне нравится, это все равно, ну, полежать, да, и подумать о чем-то. Мне не скучно с самим собой. И, наверное, расслабление, это не связано никоим образом с допингом, потому что наша жизнь и наш лайфстайл, это уже определенный допинг, который мы испытываем. Без чего бы ты не мог бы жить? Без, я думаю, без веры. Без веры невозможно жить. Двойной смысл, люблю двойные смыслы. Самое ценное в твоей жизни? Я думаю, что это мама, пускай я скажу вот так. Я думаю, что она из, знаешь, из тех драгоценностей, которых я очень, не всегда говорю, что я, наверное, ее люблю, да, но надо делать это чаще. Надо вообще говорить чаще очень нашим близким, что мы их любим и мы ими дорожим, и что они наши драгоценности, потому что именно это те люди, которые делают нас, и те, которые действительно готовы за нас постоять. Сейчас очень многие жалуются, я же всегда, знаешь, я всегда, когда говорю с людьми, мне интересно, почему человек плачет, что делает его счастливым. Точно так же, как ты меня сейчас спрашиваешь. И многие очень говорят, что нет людей твоих, которые действительно готовы за тебя и в огонь и в воду. Я хочу пожелать, наверное, всем, чтобы у каждого, ну хотя бы один, но был такой человек, дорогие наши. А кредо в твоей жизни? У каждого должен быть свой жанн, конечно же. Отлично!